Я знал, что не хватает много медиков, вот, а поскольку сам травматолог и название кафедры, которую возглавляю, кафедра травматологии, ортопедии до 16-го года, кафедра военно-полевой хирургии, то есть это моя специальность. Ну, мысль и возникла, ну, а кому как не мне там побывать, посмотреть, может, во-первых, помочь, а во-вторых, вполне возможно, что что-то надо будет изменить в подготовке, вот, что, собственно говоря, вот это методическое-то познание я оттуда привез. Наше дежурство в праздничные дни по травматологии очень здорово напоминают, значит, дежурство там, вот, работу там. Графика определенного не было, что вот я, допустим, вышел, как здесь на ставку, отработал, допустим, 8 или 6 часов и ушел. Дальше меня ничего не касается, не моя смена. Дело в том, что врачей там действительно не хватало, вот, представьте, допустим, отделение 80 кое-как, где по штату должно быть 8 врачей, плюс травпункт, где еще 4, а у них, значит, ну, всего 4 врача. И в круглосуточном режиме им надо все это дело закрыть. То есть, одновременно всего один доктор дежурный и на стационар, и на травпункт. Ну, это невозможно с этим потоком справиться. Так что и график привоза раненых-то, он рваный, утром нету практически, в обед сколько-то привезут, к вечеру, потом часов в 10 вечера, ну, и где-то очередной привоз, ну, как-то так получалось, часу до двух ночи. Не понять сколько, не понять тяжесть, какая помощь потребуется, сколько по времени. Поэтому, ну, вот и было, пока часы свободные, можно было отдохнуть, поступают раненые, ну, включайся, работай. На театре военных действий одномоментно военных госпиталей много не открываешь. Где взять эти военные госпитали? Негде, кроме как перепрофилировать местные гражданские многопрофильные больницы под вот это. Вот эта больница, город Стаханов, она на 400 с чем-то коек там, и терапия, урология, хирургия, лор, инфекция, ну, еще что-то. Там три корпуса. Травматология, вот было раньше там 80 коек и травмпункт, первый этаж хирургического корпуса. Приемник, где сортировку проводили. Ну, в общем, больница принимает в основном раненых и по ихственной помощи одновременно же мирное население. Мирного населения не так много, вот, по травме. Ну, тоже привозили ребята там, то с великого упадет, то с качелей. Ну, молодежь, она же активная, боевых действий не надо, они сами себе найдут приключения. С какими травмами вы работали и были ли готовы местные гражданские врачи к тому, чтобы оказывать вот такую помощь? Может быть, вы как-то помогали в этом вопросе? Гражданские врачи 8 лет в этом работают. Там клеймо некуда ставить, это специалисты, он быстро, четко, спокойно, они все эти виды сортировок, виды помощи оказывают моментально. То есть владеют военно-полевой хирургией этим разделом, в совершенстве практически. А вот приезжающие волонтеры-добровольцы, вот те нет, потому как многие были достаточно мирных хирургических специальностей, ну, например, вертебролог, плановые операции. Люди не бывали даже в травмпункте, не работали. Раненые были, профиль какой? Артиллерийские дуэли, минометные снаряды, беспилотники, ракеты, ну, осколки. Пулевых было мало. Вот, осколки примерно как с гладкого оружия, значит, там каналы прямые, много слепых ранений, под кожей остаются. В общем, целая ось, чтобы выковыривать приходилось, и человек, если это крупные осколки, по многому. Мелкие там, они, дело в том, что при взрыве металл нагревается, и когда попадает человек, и там эффект прижигания идет, они потом не нагнаиваются. Вот, то есть мелкие можно оставлять особо. Ну, вот, докторам мирных хирургических специальностей, ну, определенные проблемы первую неделю, конечно же, были. Вот, а если касается вопроса остеосинтеза огнестрельных переломов, огнестрельный перелом открытый всегда, многооскольчатый, значит, инфицированный. Только можно либо аппаратом Элизарова, либо стержневым аппаратом. Вот, ну, стержни вкручиваются толстенькие, значит, и внешне там балочная конструкция выносится. Вот, но аппарат Элизарова им надо владеть, это, его не просто освоить, я на этой технологии, как бы, моя первая травматологическая вырос, она мне привычная, могу все, что угодно сделать, но, а если ты этим не занимался, овладеть по ходу невозможно. А вот стержневым аппаратом, да, свободно, можно. Для того, чтобы стать военно-полевым хирургом, надо уметь делать четыре вещи. Первое, медицинская сортировка, когда поступает большое количество раненых, четко разобраться, кому по жизненным показаниям, кому по отложенным, а кто вообще подождет, то есть, этапность оказания. Кого можно направить на следующий этап, чисто перевязав, то есть, чтобы в максимально короткие времени, время, ограниченными ресурсами владеть хирургической обработкой. Вот пулевые и осколочные ранения, там есть различия, но не очень, как бы, супер большая специфика, но ее надо знать. Вот то же самое, что нагноится, не нагноится, что вот это, где, как, какой раневой канал, как, что проходит. Третье, я считаю, что обязательно надо владеть стержневыми аппаратами. А как человека, допустим, переломы бедер, вот, а дальше транспортировать? Дороги-то великолепны, а там дороги, их после распада СССР никто никогда не ремонтировал, плюс тяжелая военная техника, плюс артобстрелы, побитые хорошо. Вот, повези его без должной фиксации, осколки внутри, все поперережу, там кровопотеря будет дополнительно большая, можно и не довести. То есть, надо делать какой-то остеусинтез. Так вот, Элизаровский сложный, а стержневой, стержневой может делать любой хирург. Там всего лишь надо 4 стержня для фиксации вкрутить, поставить балку на специальных зажимах, все, перелом шинировал, можно транспортировать куда угодно. Если еще при этом выставил отломки правильно, вообще хорошо. Вот, все это делается без ассистента, только операционная сестра, вы анестезиолог, ну, как это говорят, в одного, ну, бедро, допустим, ну, любой остеусинтез, 25-30 минут максимум, с хирургической обработкой, все. Аппарат Ализаров на бедре требует помощника, ну, часок провозишься, не меньше. Ну, и то тоже надо знать, уметь там дополнительно эти моменты. Поэтому вот третье, что я предложил, чтобы все хирурги в виде мобилизационного резерва владели, любой специальности, владели стержневым остеосинтезом. Ну, и это же одновременно поможет и в гражданское время. Не дай бог, где-то автобус перевернулся или массовая травма какая-то произошла, что-то куда-то упало, крыша там или это. Ну, чтобы любой хирург в любом уголке Алтайского края, лучше вообще всей России, мог, имея вот этот комплект, элементарно сделать самую простую операцию, зафиксировать отломки и вези его дальше куда угодно, перевози. Самое главное, ведь, знаете, помощь должна быть оказана в первые 10-15 минут, иначе человек выкровится, задохнется. То есть навыки, а даже в мирное время скорая помощь когда приезжает? Ну, в первые 10-15 минут иногда бывает, вот, с момента вызова, а не с момента травмы. Вот, то есть в первые вот эти золотые 15 минут, когда человек может умереть, нет, а в условиях боевых действий, все, что в светлое время суток по театру военных действий передвигается, люди, машины, скорая помощь, все подлежит уничтожению. Из окопа раненого человека до наступления ночи, если отдельного хода какого-то траншейного нету, вывезти невозможно. Поэтому медика там зачастую нет, в подавляющем большинстве случаев. Что делать? Самовзаимопомощь, то есть люди должны уметь наложить жгут, очистить дыхательные пути, там, непрямой массаж какой-то сделать, чтобы спасти себя или товарища своего. Ну, вот эти вещи, они будут и в мирное время полезны. Почему это не преподавать школьникам, студентам всех университетов, ну и вообще организовываемым группам трудящихся, заводы, торговые организации, все прочее, чтобы люди просто элементарно владели навыками спасения себя и окружающих. Требуется это в основном там вот именно травматологи, потому что средства защиты у солдат не прикрывают только конечности в основном. И ранения принципиально идут, ну 90-95% это ноги и руки. Мне сейчас надо вот методическую часть вот эту дозавершить, дозавершить, а там, вот скорее всего, если будет активизация боевых действий, то, о которой постоянно все говорят, ну там рабочие руки потребуются, ну, буду проситься.